Увага всем! Навчальная тревога. Сгодно информации, через голову стала пожара в помещении Прайне. Спостерегаются высокие римы задумывания. Увага, шановные противники и гости! Администрация поведомляет, что в помещении выникла пожара. Просим у вас, зберегающий спокойствие, спуститься по сходовых клетках на перший поверх и выйти на улицу. Услышав эти сигналы, более сотни детей в сопровождении воспитателей покидают здание детского сада. Задача взрослых – собрать малышей в организованную колонну, вывести на улицу и пересчитать их. Задача детей – слушать взрослых и следовать за ними. Норматив – пять минут, уложились в три. Но в здании, отрезанном огнем от пути эвакуации, остался один сотрудник. Его спасатели эвакуировали, задействовав переносную лестницу. Директор сада уверяет, что такие учения здесь проводят часто и не только по сигналу пожар. Мы проигрываем и потопы, и химию, ну всякие. Это бывает два раза в году. А по пожару бегаем каждый месяц. По пожару зимой мы очень часто бегаем внутри. То есть мы не выбегаем на улицу. Это связано с тем, что дети раздеты и холодно очень на улице. Есть микрофон на пожарной сигнализации. И я им сообщаю, допустим, что срочно собираемся в музыкальном зале. При пожаре они не помогут. При пожаре мы учим детей закрывать рукавом, либо если уже совсем задымлено ползти, они у нас ползают прямо по коврикам. Далее проверку учебным пожаром проходила первая школа на Михайловской площади. Там свои классы экстренно покинули более 1300 человек. А так выглядит эвакуация в школе номер один. После того, как раздался сигнал тревоги, первыми помещения покидают ученики начальной школы. Из-за размера объекта и количество детей уложились ровно в пять минут. Как и ранее, здесь тоже отработали эвакуацию сотрудника со второго этажа. В этой школе образцово-показательная щитовая, огнеупорная, дверь при входе, а под потолком есть самосрабатывающий огнетушитель. В департаменте образования говорят, что за три минувших года на установку подобного и не только в разных школах потратили 141 миллион гривен. За эти деньги мы облаштовали данными системами 127 закладов. У нас еще есть 151 школа и садочек, которые этого ждут. В всех закладах мы обеспечиваем огнегасниками и своевременную их перезаправку в тех местах, где они должны быть. В всех закладах есть система обликновения защиты. Все школы, которые этого потребовали, получили новые огнетушительные двери у наших щитовых. Среди отмеченных ошибок учебной тревоги долгий подсчет детей и доклад об их количестве. Но все ученики как один знают, что делать, когда в школе объявили тревогу. Нас информовали, что подчас пожежи мы не берем никаких речей с собой, только выбегаем на улицу через пожежные выходы. Выходим только с учителями, то есть организованно. Если нет учителя, есть учителя, которые находятся рядом с нашими кабинетами, то есть учителя из соседних кабинетов. Мы должны пристраиваться до них в группу и выйти все разом. Чиновники говорят, что в каждой школе есть своя пожарная дружина из числа сотрудников. Их главная задача не тушение, а помощь спасателям. В мэрии уже думают над тем, как защитить их в экстремальных условиях до приезда пожарных. Маленький пакетик, в нем находится маска, которая с особым таким респиратором, если можно так назвать его, который позволяет дышать или спасает от угарного дыма на протяжении 30 минут. Передали этот образец, мы нашли, передали этот образец в наше подразделение ДСНС. Сегодня должны провести испытания в камере задымления, насколько он действительно отвечает тем нормативам, которые прописаны. Если они подтвердят сертификат, который выдан к нему, то я думаю, что мы выделим деньги. Такие учения и внезапные проверки обещают продолжить и в будущем, как и планомерную установку пожарной сигнализации. Сейчас ею оборудованы 127 школ. На очереди еще почти три десятка. Юлия Наксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».